Все мы долго ждали этот смартфон. Это по-настоящему народный флагман. Здесь топовый чип камеры Leica, экран 144 герца, причем рамки симметричные и стоит он сильно дешевле 1000 баксов. Это Xiaomi 14T Pro, представитель одной из самых популярных линеек Xiaomi и очень интересный, наверное, один из самых интересных субфлагманов за последнее время, хотя свои нюансы здесь тоже есть. Что вообще такое Xiaomi 14T Pro? Если вы не в курсе, смартфоны с приставкой T у Xiaomi это такие почти флагманы. В них есть какие-то небольшие компромиссы, но при этом всегда отличное железо и экран, и цена ниже традиционных флагманов. Xiaomi 14T Pro не исключение. Смартфон у меня в таком вот модном цвете серый титан, но разумеется никакого титана тут нет, торцы алюминиевые, на выбор еще доступные черный и синий цвета. Корпус очень практичный, торцы сделаны из матового алюминия, а крышка из матового стекла. И все это не собирает отпечаток. Главное, смартфон не скользкий. Грани у Xiaomi 14T Pro плоские, но с небольшим искруглением. Задняя крышка тоже немного изогнута, и такая форма создает идеально удобный хват. Ничего не режет и отлично лежит в руке. Все физические кнопки тут справа, качелька громкости находится сверху, а кнопка включения снизу, и у нее такая ребристая поверхность, чтобы вы не глядя могли ее нащупать. Ну и на крышке вот такой большой блок камер. Лично мне не хватает прям какой-то флагманской изюминки в дизайне, мне кажется, так мог бы выглядеть абсолютно любой среднебюджетный смартфон. Но подход в принципе понятен, потому что, ну, чем-то он должен отличаться от флагманского 14 Pro. Но в целом, я думаю, большинству людей такой дизайн зайдет. Он минималистичный и соответствует трендам. К тому же наверняка после покупки вы наденете на него чехол. Он, кстати, есть в комплекте, причем не обычный прозрачный силиконовый, а вполне приличного качества. С комплектом тут такая история. Во-первых, коробочка ощутимо меньше, чем обычно. В ней я нашел кабель с USB-A на USB-C и вот такой очень неплохой, кстати, чехол. В моей коробке не было зарядки, но потому что у меня европейская предпродажная версия. Одна из главных изюминок Xiaomi 14T Pro — его экран. Это AMOLED-панель на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пиксель и с частотой 144 Гц. Цвета отображаются корректно, нет никаких перекосов в насыщенности, контрастности. Картинка классная. Яркости хватает при любых условиях, еще бы тут 4000 нит в пике, понятное дело, это в HDR и на отдельном участке экрана, но недостатка яркости вы точно не почувствуете. Кстати, автояркость работает хорошо, датчик приближения тоже, а ведь в смартфонах Xiaomi бывали с этим проблемы. Ну и рамки. Посмотрите, они достаточно тонкие и, что самое приятное, симметричные. Но один нюанс с экраном здесь все-таки есть. Да, здесь 144 Гц экран, но отображаются в интерфейсе и в программах, которые я открывал, только 120 Гц. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, 144 Гц нужны для каких-то игр. Невооруженным глазом, конечно, разницу вы не заметите, но все-таки. Сканер отпечатков пальцев тут встроен в экран, работает он быстро, безупречно, но тут моя стандартная претензия. Его бы чуть-чуть повыше, потому что тянуться не всегда удобно. Распознавание по лицу тут тоже есть, реализовано оно с помощью фронталки, то есть, когда светло, все работает прекрасно. У Xiaomi 14T Pro есть стереодинамики, ну, почти стерео, потому что верхний выступает еще по совместительству в качестве разговорного, поэтому звучит чуть тише, особенно это заметно на громкости выше среднего, но в целом смартфон звучит очень неплохо. Давайте заценим. В самом начале видео я сказал, что здесь топовый чип, но это не Snapdragon 8 Gen 3. Здесь Mediatek Dimensity 9300+, и у него сопоставимые показатели производительности. Это свеженький четырехнанометровый восьмиядерный чип, еще тут 12 гигов оперативки и целый терабайт постоянной памяти, но это в моем телефоне. Есть версии и на 256, и на 512 гигабайт. В системе все работает быстро, плавно, шустро, по ощущениям это прям топовый флагманский смартфон. Ну и надо сказать, не только по ощущениям, вы посмотрите на вот эти цифры в Antutu. Больше двух миллионов баллов! Флагманы со Snapdragon 8 Gen 3 набирают плюс-минус столько же. С троттлингом есть проблемы, но они не глобальные. В тесте на 100 потоков на полчаса телефон в пике потерял 22% производительности. При этом нагрелся он ощутимо, до 50 градусов. В играх нагрев и троттлинг тоже сказываются, но только в длительных сессиях. Например, Genshin Impact в режиме ускорения в утилите Game Turbo выдает 60 кадров с падениями до 45. Во время битв через 25-30 минут телефон нагревается, просадок становится больше, но в целом даже так все относительно плавно. Даже с учетом троттлинга запаса мощности хватает. И это на максимальных настройках. Разумеется, игры попроще, вроде PUBG, просто летают. Ее я запустил на максимальных настройках с максимально возможной частотой кадров. И она выдает реальные 120 кадров. Идет прям суперплавно. В общем, с производительностью тут все окей. Про HyperOS тоже надо сказать пару слов, потому что она реально становится лучше, эта система. Тут плавная, красивая анимация. Очень приятная вибрация, которая прям много где встречается. Набирайте текст, регулируйте яркость или громкость, прокручивайте списки. Все это сопровождается приятной вибрацией. Есть фичи, которые могут быть полезными. Например, тут есть AI-субтитры. Активируется функция в настройках. Потом вы просто находите этот значок в шторке и включаете, когда нужно. В шторке, кстати, есть еще пункт автоматический субтитр. Не перепутайте. AI-субтитры могут в режиме реального времени переводить не только контент, который вы смотрите, но и даже обычную речь с микрофона. Источник можно выбрать в настройках. Есть ластик для удаления объектов с фото. Есть фича под названием AI-фильм. Вы выбираете несколько видео, фото, задаете промпт, и программа делает за вас весь монтаж и выдаст вам кино. Еще тут можно создавать свой AI-портрет. Для этого нужно загрузить 25 или больше фотографий со своим лицом. Искусственный интеллект их проанализирует и создаст ваш AI-портрет. И потом по текстовому описанию, по текстовому промпту вы можете генерировать с собой абсолютно любые кадры. Я вот себя игроком арсенала сделал. Правда, генерируется образ часа полтора, но зато потом вы можете использовать его для разных сценариев. Ну и Gemini в качестве основного помощника тоже сюда завезли. Он активируется по зажатию кнопки блокировки. Весь интерфейс на английском, но русский Gemini понимает и отвечает. Те, кому Gemini не нравится, могут выбрать и Google Ассистент в качестве основного помощника. Окей, давайте поговорим про камеры. Во-первых, тут коллаба с Leica. В телефоне есть несколько цветовых профилей Leica, и они прям раздают стиль. Очень красивые получаются фотографии. Во-вторых, здесь отличный набор датчиков. Основная камера это Light Fusion 900, она на 50 мегапикселей. Такая же, кстати, в Xiaomi 14 и 14 Pro установлена. Сенсор с оптическим стабом, достаточно светосильный, f1.6, и снимает прекрасно. Тут вообще нет недостатка в деталях. Широкий динамический диапазон, с тенями днем он справляется чудесно. И мне нравится, что ночью алгоритмы не пытаются искусственно поднять точку черного. Поэтому фотография выглядит естественно, хотя может и не так эффектно. Но я вам напомню, что ночь именно так и выглядит. Кстати, в темное время бывают смазы, поэтому лучше делайте несколько фото. Телевик тут на 50 мегапикселей со светосилой f2.0, дает приближение 2.6x, и он тут просто выше всяческих похвал. Делает очень красивые, мягкие портреты, и при этом достаточно детализированные. Есть этот баланс между деталями и воздушностью. Посмотрите, как алгоритмы работают с лицом. Причем искусственное размыслье тоже достаточно естественно выглядит при хорошем освещении. В общем, это отличная камера для портретов. Понятно, что телевик темнее основного модуля, и ночью у него случаются ошибки, хотя для телевика у него отличная светосила f2.0. Вообще, в приложении камеры есть аж 5 фокусных расстояний. Все они дают хорошее качество, потому что основная и телевик высокого разрешения, ну и плюс алгоритмы тоже докручивают резкость. Сверхширик здесь попроще, на 12 мегапикселей с диафрагмой f2.2, и таких восторгов, как телевик, ширик у меня не вызвал, но при хорошем свете он справляется неплохо. Ночью эта камера уже сильно уступает и зум-объективу, и основному модулю. Что по селфи? А тут фронталка на 32 мегапикселя. Снимает неплохо, но иногда грешит перешарпом. Слишком много накладывает резкости на лицо. Что касается видео, то тут максимальное качество аж 8К 30 кадров в секунду. Это круто, но все еще не очень востребованное решение. Куда важнее, как телефон пишет в 4К, а пишет он хорошо. Я похвалю стаб, на основной камере и на телевике он работает отлично, на сверширике уже есть артефакты при ходьбе. Ну и в тенях на всех модулях шумновато. Есть в приложении камеры режим фильм, вот он мне прям очень зашел. Алгоритмы очень красиво размывают фон, работает следящий автофокус, но опять же фильтры лейка. Их тоже можно использовать с видео и получается неплохо. Еще тут есть режим режиссер, домобилия ручных настроек, ну и можно снимать влог. Вот вы сейчас видите непокрашенную картинку, а после ее можно интерпретировать в REC 709 или просто наложить встроенные лупы. Короче, для тех, кто любит снимать видео, смартфон получился интересный. Что у нас по автономности? Аккумулятор здесь на 5000 мАч, он поддерживает зарядку 120 Вт, от 0 до 100. Телефон можно зарядить всего за 40 минут. Беспроводная зарядка тоже здесь есть, она на 50 Вт, но необходимо совместимое устройство. Автономность у Xiaomi 14T Pro неплохая, но первые дни заряд у меня улетал прям на глазах, видимо из-за большого количества фоновых процессов. Потом аккумулятор адаптировался под меня и стало получаться примерно 7 часов работы экрана, и обычно перед сном у меня оставалось еще 30-40%, но это если вы особо не играете. Кстати, за ночь в простое телефон тратит примерно 4% заряда. Ну и какие у меня впечатления от Xiaomi 14T Pro. Этот смартфон прям порадовал, прежде всего благодаря своим камерам. Телевик тут просто отменный, ну и основная камера тоже отличная. Ну и с производительностью здесь все в полном порядке, особенно если вы не собираетесь часами рубиться в какие-то тяжелые игры. Дизайн, это все дело вкуса, но материалы отделки тут приятные. Ну и что по цене? Xiaomi 14T Pro на 12 512 гигов будет стоить 349 990 тенге, это примерно 730 долларов. Такая версия как у меня стоит уже 399 990 тенге или 830 долларов. Да, это не дешево, но если вы купите этот смартфон до 27 октября, вам дадут в подарок наушники Xiaomi Buds 5. Пишите, что думаете в комментах, но это зарока. Всем мир!